Добрый день, уважаемые коллеги! 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 Сотрудники, пребывающие в контакте с больными COVID при наличии симптомов и симптомами ОРВИ. Нами выделена отдельная группа сотрудников, выходящих с больничных листов по соматическим заболеваниям и вышедших из отпуска. Это нам помогло достаточно в большом объеме прекратить допуск источников инфекции от сотрудников в стационар, потому что мы достаточно часто выявляем инфицированных сотрудников при выходе их с больничных листов с соматическими заболеваниями из отпусков. Также у нас обследуются наши пациенты стационара, которые находятся уже на круглосуточном пребывании с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. В диспансере организовано три кабинета забора мазков. Один кабинет для пациентов перед госпитализацией, два кабинета для сотрудников отдельно на каждой площадке. Все сотрудники, которые работают в данных кабинетах, знакомлены с правилами забора мазков, разработанными на основании тех методических рекомендаций и санитарных правил, которые мы имеем на сегодняшний день. Также нами выделена отдельная группа среди медицинского персонала, который занимается только забором мазков от пациентов, находящихся на круглосуточном пребывании, что позволило нам существенно увеличить качество забора мазков, но и, соответственно, привести к более хорошим результатам при выполнении ПЦР-исследований. Итак, всего за период пандемии у нас выявлено 98 пациентов с COVID-19. 85% из них выявлены до открытия лаборатории. Мы видим, что та эпидемиологическая ситуация, которая у нас складывалась до открытия лаборатории, была достаточно печальная. Но с открытием данной лаборатории все, конечно же, гораздо улучшилось. Пневмония была выделена у 39 пациентов. 59 человек – бессимптомное носительство и ОРВИ. Переведены в специализированный стационар 53 пациента. Остальные получали лечение на амбулаторном этапе. К сожалению, у 9 человек заболевание закончилось летальным исходом. Остальная группа пациентов благополучно были выписаны и продолжили свое лечение по онкологическому заболеванию. Постановка диагноза COVID после госпитализации максимально установлена на 43-й день. Но для нас это неудивительно. Это пациент радиотерапевтического профиля, который проходит лечение на протяжении нескольких месяцев в нашем стационаре. Постановка диагноза после возможной клинической картины на 13-й день. Это в период отсутствия собственной лаборатории. Как только открылась своя лаборатория, постановка диагноза осуществляется за 1-2 дня после начала возможных клинических проявлений у пациента. Итак, за период с 21 апреля – это дата, когда выявлен первый случай заноса из числа госпитализированных пациентов. По 4 июня в нашем диспансере зарегистрировано 13 случаев заноса инфекции. После открытия лаборатории до середины осени – это один случай заноса инфекции. Мы уже начинаем обследовать пациентов самостоятельно. И данный случай связан с переводом пациента из стационара экстренной медицинской помощи к нам для проведения онкологического лечения. С 27 октября по 1 января 4 случаи заноса инфекции. Мы прекрасно помним этот период. Это вторая волна пандемии. И всего за период работы лаборатории по настоящее время предотвращено более 300 случаев заноса среди пациентов, выявленных перед госпитализацией к нам в стационар. Мы понимаем, что все-таки собственная лаборатория, наличие своих резервов, нам помогает предотвратить ту катастрофу, которая могла возникнуть при госпитализации пациентов с анализами из сторонних организаций. Как и другие лечебные учреждения, мы предпринимали попытки компьютерной томографии легких у пациентов перед госпитализацией. Но наш анализ показал, что за 3 месяца работы мы выявляем клиническую картину, типичную для вирусной пневмонии по КАТ, в среднем не более 3%. Причем 95% таких пациентов получают положительный результат ПЦР на догоспитальном этапе от нашей лаборатории. Мы понимаем, что те объемы, которые мы тратим на обследование данных пациентов на догоспитальном этапе, для нас достаточно важны для осуществления медицинской помощи по онкологическому заболеванию и прекращаем проведение данного обследования. В настоящее время компьютерная томография проводится только пациентам с подозрением либо с установленным диагнозом COVID-19. Для этого выделяется временной коридор в отделении лучевой диагностики с целью предотвращения контакта пациента с подозрением или установленным диагнозом и амбулаторными пациентами. Еще один больной вопрос, который сейчас стоит перед нами, это срок госпитализации пациента онкологического профиля после COVID-19. К сожалению, в наших нормативных документах мы пока не можем найти ответ на этот вопрос. Мы набираемся собственного опыта. Но наши зарубежные коллеги опубликовали исследование в журнале «Анестезия» от июня 2021 года, куда вошло более 140 тысяч пациентов из 116 стран, перенесших плановое и экстренное хирургическое лечение в октябре 2020 года. COVID-19 в переоперационный период была выявлена у более чем 3 тысяч пациентов. Пациенты разделены на группы, у которых хирургическое лечение проводилось в период после COVID-19 до 2 недель, до 4 и до 6 недель. Мы видим, что уровень летальности у данной группы пациентов выше, конечно же, в ранние сроки хирургического лечения пациентов после COVID-19. Операции, проведенные более чем через 7 недель после COVID-19, имели такой же процент 30-дневной послеоперационной летальности, как и группе пациентов, не имеющих в анамнезе COVID-19, и равнялись примерно полутора процентам. Перед нами все-таки стоит задача. Как нам сконцентрировать наших пациентов, перенесших COVID-19, насколько быстро мы можем госпитализировать для оказания плановой онкологической помощи, и как соотнести эти рекомендации с теми порядками оказания медицинской помощи по профилю онкологии, которые сейчас имеются у нас на оснащении, утвержденные Министерством здравоохранения. К сожалению, все это приходится делать на собственном опыте. Огромная задача в обеспечении медицинским персоналом. Как сохранить свой медицинский персонал в условиях риска внутрибольничного инфицирования? В нашем диспансере проведен запрет совмещения работы сотрудниками между территориальными площадками. Сотрудникам запрещается посещать иные подразделения диспансера на каждой площадке, и, соответственно, кроме решения клинических моментов, которые невозможно решить на удаленном доступе. Все сотрудники распределены по лечебным постам. Для нас это очень удобно, потому что практически каждое отделение состоит из двух лечебных постов. Медицинским сестрам, врачам, младшему медицинскому персоналу ни в коем случае не разрешается посещать тот лечебный пост, на котором они не работают. Это приводит к тому, что мы сокращаем число контактных лиц с пациентами, и нам удается сохранить работу отделения в целом. Если пораженный пост у нас закрывается на карантинные мероприятия, мы продолжаем госпитализацию пациента на чистый пост, и при этом продолжаем оказание медицинской помощи. Рациональное расходование средств индивидуальной защиты. Все мы помним в начале пандемии, когда нам не хватало средств индивидуальной защиты. К счастью, наш диспансер, данная беда обошла стороной. Мы достаточно быстро получили помощь комитета здравоохранения, за что им огромное спасибо. Но, тем не менее, нам пришлось также распределить применение средств индивидуальной защиты на некие группы. Конечно же, полный объем тех средств индивидуальной защиты, которые должны применяться при особо опасной инфекции, мы применяем в очагах. Также данный комплект рекомендуется для отделения эндоскопии при проведении бронхорина и ларингоскопии. Это пациенты амбулаторного звена, которые идут необследованные и не имеющие клинических проявлений COVID-19. Как мы все прекрасно понимаем, проведение разогенерирующих процедур является высоким риском инфицирования данным заболеванием. Также сотрудникам дневного стационара мы предлагаем использовать данный комплект защиты ввиду того, что пациенты дневного стационара без клинических проявлений COVID-19 не обследуются на наличие данного патогена. Комплект защиты, медицинский костюм, халат, респиратор не ниже FFP2, очки либо экран. Мы рекомендуем применять при выполнении разогенерирующих процедур, таких как интубация от рахеи, санация ТБД, либо сердечно-легочная реанимация. Это группа пациентов, которые обследованы на COVID чаще всего. Но и также проведение эндоскопических исследований, таких как гастроэколоноскопия. Ну и, конечно же, обязательно соблюдать масочный режим, защиту слизистых глаз при выполнении любых других медицинских манипуляций, нахождении на рабочем месте. Таким образом, в настоящее время на основании той картины эпидемиологической ситуации, которую мы имеем и в городе, и в нашем диспансере, мы понимаем, что отказ от лабораторного обследования на выявление COVID-19 пациентов, направленных на госпитализацию в круглосуточный стационар, невозможен ввиду высоких рисков заноса инфекции, формирования внутрибольничных очагов. Ну, а также благодаря тем архитектурно-планировочным решениям, которые мы имеем в нашем диспансере, мы понимаем, что немедленное разобщение потока больных, дневного и круглосуточного пребывания, а также амбулаторного и стационарного потока в диагностических подразделениях, что было сделано нами на раннем этапе пандемии, и нам удалось прожить практически два месяца в достаточно спокойной обстановке. Это должно соблюдаться беспрекословно при любых этиологиях пневмонии, к тому же имея в настоящее время те санитарные правила, которые у нас утверждены, мы понимаем, что данное правило должно соблюдаться и в режиме полного эпидемиологического благополучия. Уважаемые коллеги, на этом у меня все. Благодарю за внимание. Надежда Александровна, спасибо большое за доклад. Может быть, вопросы? Нет? Тогда я спрошу. Подскажите, пожалуйста. На сегодняшний день мы все знаем, что необходимо вакцинировать в том числе и наших пациентов, онкологических. Как это на сегодняшний день организовано в вашем стационаре? Это сделано централизованно. Есть ли у вас сейчас такой опыт? Как вы информируете пациентов о необходимости вакцинации? То есть как этот этап построен на сегодняшний день? На сегодняшний день пациенты, поступающие к нам в стационары и не имеющие сведений о проведении вакцинации, это пациенты, которые, честно говоря, да, мы не вакцинированы, мы проводим с ними в обязательном порядке профилактическую беседу о пользе вакцинации. Конечно же, не всем пациентам мы можем предложить вакцинацию в условиях нашего стационара. К нам выезжают мобильные бригады территориальных поликлиник, на территории которых расположены наши площадки. При отсутствии противопоказаний к вакцинации пациентам предлагается после последний день перед выпиской пройти первую фазу вакцины. Но кто соглашается, пожалуйста, мобильная бригада вызывается, приезжает, прививает. Уже для дальнейшей работы сведения о пациенте передаются в территориальной поликлинике. Прежде всего, это, конечно же, проведение информационных бесед с пациентами о тех вакцинах, которые имеются в настоящий момент на оснащении в Санкт-Петербурге, о тех вакцинах, которые могут быть показаны нашим пациентам, потому что не все вакцины показаны. Мы знаем, что у вакцины Пивак-Корона стоит противопоказание наличия злокачественных новообразований. И, конечно же, решение за пациентом. Но, знаете, встречается и так, что пациент не может в данный момент быть вакцинирован, потому что он проходит какую-то иммуносупрессивную терапию, либо большой объем операции. Но, тем не менее, пациенты достаточно четко разговаривают со своими родственниками, говорят, а вот я убедил все-таки своих родственников сходить и сделать прививку. Что, конечно же, радует. Спасибо. Спасибо.